Привет, друзья! Мы никуда не пропали, мы построили собственную студию и теперь замеченных впадок будет гораздо больше. А про вот эту красоту я обещаю рассказать вам совсем скоро в ближайших выпусках Масляной Среды. Алексей Корниенко, эксперт по автомобильной культуре, продюсер шоу японских автомобилей Japan Car Fest, главный редактор журнала Custom Cultura. Алексей, привет! Спасибо тебе огромное, что ты наконец-то до нас добрался. Сегодня даже снег в эту честь пошел. Здравствуйте, здравствуйте. Да, в прошлый раз не получилось приехать. Но сегодня сошлись все звезды. Из-за того, что я приехал, снег пошел, да. Кстати говоря, как тебе наша студия? Ты у нас первый гость. Мы наконец-то сделали свое вот такое вот местечко, свою квартиру, замечен впадоке, и перестали шататься, знаешь, по съемным квартирам, а обосновались здесь. Как тебе у нас? Ну, очень лестно, на самом деле, что новая история начинается с меня. Это очень классно. Да, ты первый гость. Это, мне кажется, очень прям знаково. И, кстати говоря, я знаю, что ты большой поклонник нашей продукции. Это правда? Конечно, я уже лет, наверное, ну, даже больше пяти лет, наверное, я поклонник продукции и Петронос, и Делфи, а теперь уже вот... Mercury GP? Ну, Mercury GP, да. И я знаю, что ты практически все тестишь, правильно? И уже успел масло даже наше попробовать? Да, масло вот недавно получил. Я, да, залил, но пока еще ничего не могу сказать. Пока езжу, смотрю, как машина себя будет вести. Ну, я до вас доехал, это уже хорошо. А это 200 километров. Вот-вот. Это уже показатель хорошего масла. Так, давай сразу к делу. Как ты попал в автомобильную культуру? Я понимаю, что это было очень давно, когда трава была зеленее, а небо голубее. Но все же, давай вспомним, да, а моторы большие были и атмосферные. Но как это было вообще изначально? Ой, ну, я считаю, что в автомобильную культуру очень сильно я заинтересовался тогда, когда я купил себе первый спортивный автомобиль. Это была Toyota Celica GT4, полный привод, слепые глазки. Вот, именно тогда я очень сильно загорелся машинами, гонками, тюнингом. Так, а год-то какой? Это, наверное, был 2001 год. 20 лет назад? Да. Обалдеть. Вот. А я в это время занимался экстремальным юбилем спорта. Я раньше выступал в команде «Бауэр Россия» в «Рампе». Вот, в принципе, я один из чемпионов. На чем? Ролики. А, ролики. Вот. Потом была травма, и я стал организовывать такие мероприятия для сноуборд, скейтборд. Велики. Опять же, ролики, да. Вот. Даже участвовал в постройке нескольких скейтпарков в Москве. А вот затем у меня появился автомобиль Toyota Celica. И я, короче, переключился полностью. Это было новое сумасшедшее увлечение. Вот. И, собственно, я попал и работал в компании Adidas. Вот. Именно там человек, начальник, так скажем, продавал этот автомобиль. Причем покупка была такая тоже сумасшедшая. Говорит, нужна Toyota Celica. А я о ней мечтал. Где-то, наверное, в 90-м году, когда мне было 10 лет, я первый раз увидел этот автомобиль на улице. Вот. Вот я шел с мамой, я вцепился в крыло и сказал, когда тебе все куплю этот автомобиль. И купил. И купил. И купил. Это первая моя спортивная машина. Покупка автомобиля. Был Adidas Streetball Challenge на Воробьевых горах. Опять же, знаково. Вот. И Виталий, начальник, говорит, вот съезди, посмотри автомобиль там. Там нельзя ездить, но у тебя пропуск там на автомобиле. Ты можешь ездить везде. Кстати, все оцеплено. Там милиция, военные, стритбол. Я увидел этот автомобиль и просто у меня округлились глаза. Я ездил два часа, мне никто не мешал. Ну, конечно, было пересесть на правую руль еще так сперва непонятно. Вот. Ну, накатался я, потом прибежал к Виталику, сказал, я должен купить этот автомобиль, ты никому не должен продавать. Полной суммы не было, но он увидел мои горящие глаза и говорит, ну, давай в рассрочку, короче. Я забрал, я забрал этот автомобиль. Помню, как я целые сутки, я ездил целые сутки на этом автомобиле, был в Подмосковье, хотя жил в Москве, в Сталибино. Я уехал в Подмосковье, потому что дороги интересные. Да, да. Это сумасшедшее, конечно. Нарушал? Я даже не замечал. Я не обращал на это внимания, так скажем. Вот. Затем получилось так, что приехал человек-корреспондент, увидел мою машину, зашел в издательство, говорит, чья машина? Говорит, моя. Говорит, мы, я из журнала «Хулиган», мы снимаем рубрику «Автоклубы». Давай напишем про клуб. Собственно, и тогда я первый раз в Москве, можно сказать, и в России собрал встречу клуба «Тойота Селик». И опять же знаково, я нечаянно их всех собрал на парковке экспоцентра на Краснодарской набережной, где собирались нелегальные гонщики. Но этого я не знал. И в момент съемок, когда вот это все снималось, мы начали разъезжаться где-то часов в 7-8 вечера, а там 20 или 30 Селик было разного поколения. Начали приезжать другие какие-то спортивные машины, я не понимал, откуда они. И слышу разговор каких-то двух людей, которые приехали тоже на спортивный автомобиль, и говорят, типа, а что так Селик-то много? А другой говорит, блин, наверное, нас сегодня рвать будут. Ничего себе! Вот такой момент. После выхода статьи, журнал «Хулиган» выпускал издательство «Геймленд». Эта издательство захотелось сделать автомобильный журнал, но именно не просто автомобильный, а именно по тюнингу. Тогда уже существовал «Форсаж» и тюнинг автомобилей. А после выхода статьи, я им так понравился вообще, нет, они предложили мне прийти в их команду и быть пиарщиком нового журнала, которого еще не было. Не было названия. Выбирали иностранное издание, чтобы купить лицензию. В итоге выбрали журнал «Макси-тюнинг» издательство «Автомоторуншпорт» немецкое. Но мы ездили, я и у нас был первый рекламный менеджер Мария Огородникова. Мы ездили по потенциальным рекламодателям и спрашивали, какой бы журнал они хотели видеть в России. И, соответственно, больше проголосовал за «Макси-тюнинг». На тот момент 18 стран сдавало его, ну, то есть выбор пал на него, потому что было очень много контента интересного. И вот, собственно, я пришел на собеседование, и мне сразу после собеседования сказали, а у меня не было образования по пиару, у меня образование авиаракетостроения. Я закончил Матийца Иолковского. И, собственно, после собеседования мне говорят сразу, говорит, вот твой стол, садись. А там было 20 кандидатов с образованием. Я говорю, как так-то? Я говорю, я еще с администрации не уволился. Вы что, меня там коллектив ждет, я там начальником был. Ну, в итоге, я такой человек, я не люблю спокойствие. Даже если это приносит много денег, мне нужно быть постоянно в движении, постоянно, чтобы меня жизнь будоражила. Поэтому я пошел там на меньшую зарплату, но просто был совершенно новый, сумасшедший проект. А еще тогда вышел фильм «Форсаж», а еще у меня тогда уже был спортивный автомобиль. Все сложилось. И все, да. Я пришел на эту работу, я кайфовал. Ну, то есть вот работа Макс Тюнге, сразу скажу, это был некий такой кайф. Каждый день что-то новое, очень много задач и в той среде, которую я люблю. Обалдеть. Ну, это машины ты любишь, а с пиаром ты как? А с пиаром... По ходу дела разбирался? Как-то все само пошло, потому что я же до этого делал фестивали экстремальные, соревнования экстремальные. Вел их уже сам. Поэтому переключиться на автомобильную тему было даже интереснее. Ну, потому что разнообразие намного больше. Вот. И все, я начал работать в Макс Тюнинге. И сразу же первый момент был, нужно как-то сразу составить конкуренцию тюнингу автомобиля и Форсажу. Два журнала другого издательства конкурирующего. То есть у тебя такая цель была, да? Именно конкурировать с ними? Меня взяли для того, чтобы я с первого выхода порвал те журналы. Порвал? Да, порвал. Ну, а другого выхода не было, иначе смысл, да? Хотя издательство GameLand тоже выпускалось там около 17 журналов уже на тот момент. Они были абсолютными конкурентами. Вот с издательством MediaSign. У них по каждому направлению была конкуренция. То есть хакер, у них там тоже журнал по компьютерам. Про телефонный журнал у них тоже про телефонный журнал. То есть абсолютные конкуренты были. И задача была одним журналом победить два сразу. Вот. Соответственно, а что, как взбудоражить толпу? Надо было вливаться в нелегальные гонщики. Потому что это тема модная, на слуху. Смотровая площадка. Вот. Все кайфовали после фильма «Форсаж». Все кайфовали от тюнинга и гонок. И я решил, что нужно делать мероприятие от журнала. Потому что конкуренты этого не делали. И мы сразу же, мы до выхода журнала делаем первую тусовку у Крокус Сити. Вот напротив Строгинова. Нелегально. Это было легально. А, это уже. Тогда еще он был недостроен к Крокус Сити. У нас даже формула Русь дрифтовала, я помню. А был октябрь, уже было холодно. Уже на лужах лед был. Вот. Мы провели тусовку, и она была бесплатная. Бесплатный вход. Поставили большую сцену, приезжали какие-то звезды. Было совершенно большое количество машин. И было около 10 тысяч человек на роду. Крокус после этого нам сказал, что мы, наверное, не будем пока вам разрешать проводить у нас мероприятие. Потому что в момент проведения шоу на Волоколамском мосту, на Туршинском мосту, было 10 аварий. Из-за вас? А, засматривались. Да, люди засматривались. А у нас там все дымило, играло. Девчонки красивые танцевали. Ну, было все очень... Ну, Филь Форсаж был на парковке Крокуса в этот момент. Вот. И после этого мы поняли, что мы выбрали правильную позицию. Я познакомился с клубом Найт Рейсинг. Это те люди, как раз которые собирались на Краснопресской набережной. Представился, кто и что мы будем делать. Они меня очень хорошо приняли. Рассказали про все, что творится в мире нелегальных гонок. Оказывается, была конкуренция. Большая... Были клубы, кто не дружил. Были даже перестрелки, что самое интересное. Была некая мафия, которая собирала с клубов деньги за то, что они устроили нелегальные гонки. Это все было, да. Это было... Это было как блокбастер. Не так давно, я так понимаю. Ну, это вот где-то до 2007 года вот это все было. Вот. Собственно, я подумал. Ну, проходят нелегальные гонки. Это небезопасно. Да. И ты подумал, а оно мне надо? Я подумал... Нет, нет. Нет, я подумал, давайте мы сделаем нелегальные гонки, которые будут правильными, безопасными. Это как? Я познакомился со всеми клубами, организаторами нелегальных гонок и предложил провести битвы среди марок автомобилей. При нашей поддержке журналы мы оплачиваем пожарную, скорую, мы платим за те трассы, которые они снимали. Они же сразу кому-то давали на то, чтобы дорогу перекрыть еще что-то как-то, чтобы полиция не трогала, милиция тогда еще, да? Угу. 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 У нас клуб отвез на какую-то трассу, где коровы ходили, там пол асфальта не было, пол асфальта. Вот, как война, после войны как будто асфальт остался. И мы, ну, мы отменили гонку, на самом деле, потому что, ну, куда-то страшно. А вот третья нелегальная гонка, которая просто порвала все нелегальные гонки в России, это была битва немцев против японцев. О-о-о. Мы перекрыли Лужнецкую набережную, ну, не мы, клуб опять же, да? Перекрыл Лужнецкую набережную. В день города. Да ладно? В день города. И у нас стоял автобус ОМОНа, который охранял нас. Обалдеть, как вы смогли это провернуть? Ну, все же не бесплатно. Причем место было такое интересное, там такой косогор и поезда, ну, электрички наверху ходят. Внизу заправка. Дорога перекрыта. Сумасшедшее количество народу, у меня есть эта запись. То есть этот косогор стал как трибуны. Больше 15 тысяч человек собралось. Совершенно крутые машины до 1200 сил были. Скайп был 1200 сил. Мы провели, мы откатали гонку до финала. Немцы не дожили до финала, не прошли. И в момент, мы только хотели начинать финал, и мне по рации ОМОН говорит, ребята, мы деньги отработали, говорит, сюда едет все усиление Москвы. Заберись, говорит, на косогор, посмотри направо. Я наверху забираюсь, смотрю, а там просто как форсажер, все в мигалках. К нам едет 20 или 30 машин, все в мигалках на нас едет. Так, но у вас был вертолет, и вы улетели. Нет, нет, я беру микрофон и хочу сказать, давайте без паники. А у меня получается наоборот. Все смотрели фильм «Форсаж», сейчас будет погорячее. «Посмотрите все направо». А надо было сказать сначала, давайте без паники, да. Все посмотрели, и я говорю, без паники, и слышу, уже меня никто не слушает. Все вот это начало туда-сюда метаться. Машины начали куда-то в одну сторону, в другую. Чувак, который давал нам оборудование, он просто так вырвал провода с корнями, взял охапку и куда-то побежал. Мы были в жилетках журнала, они яркие такие. И мы потихонечку такие пошли, полиция останавливалась. Начали всех кого-то хватать, особенно кто на машинах. За мной кто-то побежал, я тоже побежал, скинул жилетку в кусты и по набережной пошел аккуратненько. И все. А, еще случай, как иду по набережной, едет какая-то двенашка заряженная, за ним полиция. Чувак выбегает, ключи берет просто в воду, выкидывает и тоже побежал куда-то, машину бросил. Ну, короче, это был просто полный разрыв. Фильм Форсаж просто был в России. Без спецэффектов. Да, утро. Я захожу на форум журнала и там просто больше трех тысяч комментариев пишут. Вы сумасшедшие люди. Это такая энергия, такого никогда больше не будет. Все клубы признали, что это самая крутая гонка, которая в России нелегальная была. Но в день города на Лужницкой набережной. Обалдеть. Ну, вы замахнулись так нехило. И после этого мы выпускаем пилотный номер журнала, нулевой, Макси Тюнинг. И с первого выпуска мы продали 50 тысяч экземпляров. Обалдеть. Мы уже победили, да. А дальше по нарастающей мы начали проводить легальные мероприятия. И, собственно, было все на очень крутом уровне. Но вы же очень рисковали, вас же могли как-то там прям прикрыть. Не нас, не мы же организаторы. Гонки организовал клуб, которому мы платили. Если не клубы платили, то мы закрывали их финансы по тому, что там дать тем-то, тем-то, чтобы не трогали и дали возможность провести гонку. Мы не организаторы были. То есть вы чистенькие вышли все равно. А тогда и не было поправок в закон об организации нелегальных гонок. Поэтому там была административная. Это сейчас уже уголовная. Раньше была административная ответственность. Так, и что было дальше? Дальше, дальше я был в журнале с 2005 до конца 2006 года. Я провел очень много мероприятий. Но в 2005 году я узнал, что проводится интересный фестиваль японских автомобилей. Как раз в селько-клубе был Женя. И в селько-клубе был Питер Беван, англичанин, который ездил на 205-й селике заряженной. И он знал организаторов фестиваля культовых японских автомобилей джаб-фест в Англии. А он там уже проводился второй год только. Вот. И мы встретились. Он говорит, давай проведем. Я говорю, давай. И мы провели в мутищах на автодроме Автопилот. Маленький автодромчик такой был, там на права учили. Провели первый джаб-фест. Вот. И с первого джаб-феста мы не влезли на площадку уже. Но это было действительно культовое мероприятие, потому что такого количества заряженных тачек и только японцев не было вообще нигде. Вот. А дальше по накатанной мы стали делать каждый год джаб-фест. Я ушел с журналы, я стал самостоятельным. Проводил каждый год фестиваль джаб-фест. И плюс проводил много интересных разовых мероприятий по автотеме. А где-то с 2015 года я еще и мототему к себе начал привлекать. Ну, потому что я ушел уже из тюнинга в кастом. До кастома нужно, мне кажется, дорасти, потому что тюнинг – это готовое решение, а кастом – это все-таки полностью модификация автомобиля или мотоцикла. И это как картину написать. И вот мы создали журнал «Кастом Культура». Начали писать и про автомобили, и про мотоциклы. И вот, собственно, по сей день мы сейчас этим и так и живем, и занимаемся. Да, но к этому мы еще вернемся. Поподробнее обязательно поговорим. А пока расскажи, как произошло твое знакомство с «Биг Дэйном» из «Тачки на прокачку». О, да. Вы же вместе вели шоу в Питере, правильно? Да, это тоже было колоссально. Мне написал Саша Коновалов. Это организатор Air Ride Show в Питере. Они впервые делали вот это шоу, и он мне написал «Мы везем интересного человека, звезду. Мог бы ты приехать и помочь провести конкурс?» Он так как он видел меня везде уже на видеожурнала, что я там-то веду, там веду, что-то организовываю. Можешь приехать, помочь и поучаствовать, так скажем. Я, конечно, офигел, когда узнал, что они привозят «Биг Дэйна». А он на этот момент как бы был для тебя там кумиром? Тогда «Тачка на прокачку» была... Ну, они никогда не были для меня кумирами, они были просто интересными людьми. Но до этого я уже был знаком с Райаном Фредлинхаусом, это владелец Вест Коста. Он был в Москве, он приезжал продавать лицензию Вест Кост Кастомс в России человеку. Она до сих пор в России, но человек ничего не построил. Она лежит у папы в сейфе, потому что он поругался с папой. Огонь! Серьезно такая история? Да. Обалдеть. Есть в России права на Вест Кост открытие, но... Но они в тумбочке. Тогда и по лифту, кто лицензию эту купил, был подростком, золотой молодежь, и он хотел, все. Даже две машины привезли они оттуда. А потом что-то пошло не так, там папа забрал лицензию, положил это, и все. И вот когда Райан приезжал лицензию продавать, мы с ним встречались в клубе «Тысяча миль». Я с ним познакомился, и это для меня тоже был такой интересный момент. Тачка на прокачку на волне, а я с владельцем Вест Коста пью пиво как бы, да? А папа, ну это очень круто. Вот. И как получилось с Биг Дэйном? Я собираюсь в Питер. Пишу, кто хочет из московских в Питер, предлагаю поехать в колонной, там туда-сюда. Пишет тоже товарищ из Найт Рейсинга. Пишет... Леш, короче, тема такая. Мне нужно забрать Ниссан Сильвию, пятнадцатую, дрифтовую, и можем на ней поехать в Питер. Я говорю, а ты чего не можешь забрать? Он говорит, я ее купил, но у меня нет прав. Человек причем работал в МВД. Это тоже такая сумасшедшая история. И мы едем, я забираю эту машину, сажусь в Сильвию, и мы поехали в Питер. Я на Сильвии, короче. Классно. Да, ну, все как-то... Вот, каждый какой-то момент жизни, да, каждое какое-то событие... Вокруг этого события еще тысяча маленьких крутых таких взрывчиков было, да? Ну вот, я мог просто поехать в Питер, а я поехал на Сильвии, которая только что с тюнинга. И мы приехали очень круто на крутой тачке, сразу влились в коллектив организаторов. Вот, и все, я пришел, познакомился с Сашей Коноваловым, кто организатор Air Ride. Он уже тогда настроил производство пневмоподвески для всей России. Он как раз, разница Питера и Москвы была, здесь дрэк круто было, да, там все катались, гонялись. Дрифта тогда еще, в принципе, ну так, зарождалось все. А у них как раз пневма была, там уже лоурайдеры были полноценные, интересные, и это все, к этому предложил руку он. Познакомились мы с Бигдейном, все было... Ну, его представили, в смысле, тебя представили ему как? Ну, конечно, конечно, мы вообще общались, причем тоже смешной чувак, он же огроменный, он реально огроменный. И он говорит, я вегетарианец, я вегетарианец. Только мы доехали до ресторана, он, я не знаю, мне кажется, он половину барана съел. Вот, и питерские бараны, как влияют на гетарианцев американских. Вот, потом момент шоу, было, да, очень интересно, это все было в Колпино, стадион, небольшой стадион, вокруг трибуны. Сцена посередине стояла, и, ну, вот, пару моментов тоже интересных было. У Бигдейна была охрана, ну, мы поставили охрану, чтобы к нему никто прозвучил. Он уставал, потому что все просили с ним сфотографироваться, он какие-то моменты выбирал, и говорил, вот, я готов фотографироваться. Выходил, с ними фотографировался. А тут он захотел по нужде и пошел куда-то. Мы не заметили это, потому что мы там что-то вели, общались. И я поворачиваюсь от крика какого-то ребенка с трибун. Смотрите, Бигдейн один. И мы такие поворачиваемся, я смотрю, охрана рядом со мной стоит, а он уже метров 200 отошел, пошел туда. Это только в России, может быть, просто трибуны встают, вот это дети, начинают перемещаться на поле в сторону Бигдейна. Он начинает убегать. От детей? Да. Он начинает убегать, там кто-то не убрал баннер, короче. А был дождь. Он подскользнулся, упал, это орава на него. Какой-то ребенок там с куском футболки уже вылез оттуда. Мы еле его вытащили из толпы, он весь такой ошеломленный. Вот, ну, собственно... Но он это запомнил. Да, но ему в России очень понравилось. Он хотел еще потом приехать, но он очень требовательный человек. Райдер какой-то сложный у него был, не знаешь? Да, мы хотели его привезти на выходные, но он сказал, что минимум 10 дней. А, даже так? Да. Но он же не знал, что русские люди хитрые люди. 10 дней он работал. Он ездил по ночным клубам и открывал программу. Ну, как гость. Так что все нормально получилось. Ну, а вы с ним поддерживаете связь? Как-то дружите? Да, мы переписываемся на фейсбуке, да. Он хотел бы вернуться в Россию, но он сейчас больше... Он в Весткост, но посредственно он открыл свою компанию по производству барбекю. Внезапно. Вот он, вегетарианские замашки. Да, да, да. Это все-таки тогда была шутка, я понял. Вот. И он продает оборудование для барбекю под своим брендом. Внезапно вообще переквалифицировался. Ну, большой афро-мен. Да. А расскажи про Кирилла Толмацкого. Я знаю, что вы близко общались, да? У тебя с ним много фотографий. Мы, конечно, до сих пор, мне кажется, все в шоке о его такой судьбе, о таком уходе внезапном. Вот расскажи, насколько вы были близки. Ну, сказать, что мы прям близкими друзьями были, я не могу. Но то, что мы общались, периодически, да. В большинстве случаев мы пересекались на каких-то тусовках. Было, ну, несколько мероприятий, которым я вел, а он там исполнял песни. Вот. При этом мы находились в одной тусовке. Вообще интересная тема, что очень много людей, кто сейчас в тюнинге кастом мире достаточно известны, это все люди, кто вырос из экстрим-спорта, как и я. Например, вот Паша Войтов, он сейчас руководитель школы по питбайкам. Он был чемпионом по BMX в дисциплине стрит. Это перила, трамплины. Так же, как и Саша Соколай, у которого сейчас несколько мероприятий по кастому своих. И он стал кастомайзером. У него действительно есть в России кастомы, которые на уровне Америки, так скажем. Вот. И, собственно, вся тусовка, экстрим-тусовка бывшая, ну, не бывшая, да, это хип-хоп-культура. Это и ролики, и велики, и скейтборды, тюнинг, кастом, брейк-данс. Это всё одна тусовка. Мы везде как-то пересекаемся постоянно. Вот. И, собственно, с Кириллом очень часто пересекались, начали общаться. Но раньше я познакомился с его отцом, чем с ним. А с ним на какой почве? Саша Толматский кастомайзер. Да. Ну, он любит кастом, и он сделал в 2000 году уже, по его заказу, сделали два кастом-проекта очень крутых, когда о кастоме... Слово кастом ещё даже никто не знал. И он до сих пор, у него несколько проектов, постоянно стоят в гараже. Вот. И на этой почве мы с ним встречались, тоже разговаривали. Ну и плюс про мероприятия. Так как я занимался не только автомероприятиями, мы где-то какие-то концерты, какие-то вечеринки организовали. А потом я вообще был 15 лет, параллельно всему 15 лет, я был вар-директором в различных барах и клубах. И организовывал, соответственно, программы, концерты и тому подобное. Вот. И вот с Кириллом общались, пересекались, но потом вот это вот всё произошло. Жалко, конечно. Но я счастлив, что я был знаком с кумиром моего детства, так скажем. Да. Вот. Так, а давай немножко на другую тему. Я знаю, что у тебя есть очень яркий в своём роде уникальный автомобиль, да? И ГЛСС. Расскажи, как вообще тебе в руки попал этот зверь? При каких обстоятельствах? И как он вообще себя чувствует сейчас? Что с ним случилось? Ну, попал он, как всегда, внезапно. Как всё в моей жизни происходит, да, всё внезапно. Так, удиви нас. Как в этот раз случилось? У меня тогда был магазин свой, первый в России бутик гоночных аксессуаров, МОМО, в Тушино. Вот. И мне звонит Кирилл, производитель. Его многие знают, это дрифтёр. Бывший он выступал, но сейчас вроде уже не уступает. И говорит, есть уникальная тачка, её нужно купить сегодня, иначе она уйдёт в другие руки. У меня денег нет. Но надо, чтобы она в нашей тусовке осталась. Я приезжаю, человек открывает гараж. Я чуть в обморок не упал. Я вообще не видел такого автомобиля никогда в жизни. Космолёт, да? Да, но это вообще... Я не знал, что это такое. Потом, когда... Я нашёл деньги... А, то есть ты даже не знал, что это очень круто? Ну, что это такое. А-а-а. Но это же даже не автомобиль, это киткар. Это некий набор, который ты мог заказать у этой компании. Тебе приходил отдельно кузов, отдельно запчасти в коробочках. Лего. Да, ты его собирал... Для взрослых. Ты его собирал, регистрировал и ездил по дорогам в участие пользования. Вот. И я его выкупил, его привёз какой-то моряк контрабандой в Россию, на пароме, без документов. Он мне дал единственный там... Провоз, такой чек, там был написан, телевизор Hitachi, видео-мартофон Hitachi, автомобили и ГЛСС. Всё. Это всё, что было у меня на него. Талон. Да. Сколько стоил-то? Я его купил всего за 2000 долларов. В те времена. По тем временам. Это сколько? Это 30 тысяч рублей был, да? Тысяча долларов, это 30 тысяч рублей было. Ну, да, за 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей? Обалдеть. Ну, вот. И мы его везли потом в свой гараж. Очень боялись, что нас остановят ГИБДД, потому что документы вот этот... Я сам мог написать от руки, как бы, да? На китайском. Да. Вот. И потом привезли в гараж и начали его восстановление. Потом я вспомнил, что он был на вкладыше жвачек Бомби-Бом и Турбо. А жвачек-то уже этих не было. И мне так захотелось. Я написал в соцсетях, что... Или на форуме, что очень хотел бы вкладыш. Мне прислали вкладыш какой-то человек, там, из Казахстана вообще. Вот. Потом мы начали его восстанавливать. Он был голубого цвета. Мы решили, что раз он английский, надо сделать английский флаг. Сделали аэрографию, поставили его на ход. Какие-то манипуляции с ним мы не стали делать, потому что это очень редкий автомобиль. И нужно было придать ему изюминку, да, характер. Вот. Это была аэрография. А так он... При его весе 600 килограмм, у него 100 сил мотор, он как картинг. Он постоянно с прокрутами сортовал. Сейчас он восстанавливается. Очередной раз мы его просто завозили по выставкам, потому что он действительно экспонат единственный в России. Их там 9 в мире осталось. И такой он подушатанный. Проблема в том, что когда ты отдаёшь экспонат и не едешь с ним, никто его не будет охранять. Это очень плохо. На последней выставке в другом городе у него вообще скрутили стартер. Скрутили? Да. Обалдеть. Благо, что... На сувениры, да, не разобрали? Спасибо. Благо, что там комплектующие от Форда, от старого, поэтому нет... Ну, вернее, есть, где это всё можно приобрести, да. Так, и сколько он сейчас в цене? Я не приценивался и даже не буду. А смысл? Нет такой цели когда-нибудь... Он не будет дорогой, потому что это не коллекционный автомобиль, это кит-кар. Для фаната. Чтобы он стал коллекционным, надо лет 20 ещё подождать где-то. Тогда он будет уже коллекционным. Подождём. Или у тебя вообще нет в планах с ним расставаться? Нет, не хочу. Даже если прям кто-нибудь предложит какую-нибудь хорошую сумму? Ну, отрицать нельзя. Сейчас сложное время. Посмотрим. Пока нет. А в целом сколько ты вообще в него вложил? Времени, сил, денег? Это же много лет. Так получилось, что я же постоянно связан со СМИ, сам СМИ. Поэтому всё, что производилось с ним, это всё было бартером за рекламу. И я в него практически ничего и не вкладывал. Ну, как я вложил свои возможности в другом направлении, так скажем. То есть мы дали людям рекламу, они нам сделали то-то. Мы дали людям рекламу, они нам дали запчасть такую-то. Ну, сейчас он на ходу, правильно? Да. Сейчас на ходу, сейчас надо кузов заново перекрашивать. Ну, короче, надо подшаманить. А погонять на нём прям неактуально, да? Погонять только по трассе, потому что он на документах Российской Федерации и оформил как барит для гонок. То есть по дорогам общего пользования на нём ездить пока нельзя. Но теплится надежда, что когда-нибудь мы его оформим. Ну, чтобы ездить. Конечно. Слушай, здорово. А вот ты несколько раз упомянул вселенную Форсаж. Вообще расскажи, что для тебя это значит, что для тебя этот фильм? Ну, это, наверное, и есть эпоха развития тюнинга и гонок во всём мире. Не только же в России. Слово тюнинг, скорее всего, возникло только из-за этого фильма. Вот в широком его понимании. Нелегальные гонки тоже. Фильм всколыхнул вообще просто весь мир. Весь мир. И весь мир разделился на... До и после. Ну, серьёзно, ты к этому пришёл только после просмотра фильма, правильно? Да. Я очень загорелся и... Не знаю, это как... Человеку дали новую игрушку, что ли, которой надо разобраться. Кстати, вспоминаю Форсаж 3. Выход этого шестого года, по-моему, был. Да. Это, конечно, было очень интересно. Я вёл, я вёл эту презентацию фильма. Фильм закончился. Для всех это было... Ну, где-то что-то, какой-то дрифт был, но об этом я расскажу. Но вот в широком его понимании... Я взял микрофон, говорю, ребята... Сейчас всё будет. Помним, что есть передний привод, на нём дрифтить нельзя. Есть полный привод, на нём невозможно. А если уже-то, то можно и назад не вернуться, да, из-за носа. Есть задний, но всё равно не рискуйте. Все аккуратненько садимся в машины, с парковочки уезжаем по домам. Все машины поехали боком в этот день. Так впечатлило всех, да? Обалдеть. И по поводу «Форсажа» у меня договорённость с компанией Universal. Мы каждый год проводим... Ну, не каждый год, когда выходит фильм, я делаю презентацию новой части. И вот в этом году я у торгового центра «Мега» в начале сезона проводил презентацию новой части «Форсажа». Очень, конечно, плохо, что гонок там больше нет. Ну, из-за ковида? Или вообще в целом? Нет, гонок в фильме нет. А, гонок нет. Сейчас уже не про этот фильм, да? Если бы они сейчас сделали новую часть и вернулись к первой, ну, какую-нибудь историю такую придумали, то это было бы, конечно, круто. А я знаю, подожди, ты же дружишь с русским вином-дизелем, да? Так получилось, что их, оказывается, он не один, их несколько. Нет, ну вот есть классный чувак, который косплеит именно вином-дизеля. Да, это Лёша, да, Лёша наш друг. Мы его, как бы, приглашаем на наше шоу. Но есть ещё в Хабаровске, по-моему, ребята там типа вин-дизеля, типа полуокера. Они в рекламе «Карпрайс» появились вот недавно. Но наш вин-дизель московский, он больше похож, конечно. Конечно. И вы там познакомились, да, на презентации к фильму, да? Нет, это я его уже целенаправленно позвал. А, ты его позвал. Это уже третий или четвёртый шоу, в котором я его зову с нами потусить, поучаствовать. Познакомился я с ним после того, как он снялся в какой-то рекламе тоже, где была супра наших знакомых. И они говорят, Лёха, смотри, какой чувак. Давай его подтянем в тусовочку. Ну, и лицо, главное лицо, давайте. Здорово. Так, а ещё вот такой вопрос. Есть такое явление, как фестивали любителей ВАГ, причём их несколько, да, и фестивали любителей БМВ. Но среди японцев есть фестиваль только Japan Car Fest, правильно? Нет, есть ещё Job Days от тех же людей, кто делает ВАГ. Да, нет, ну смысл вопроса в том, что почему фестивалей нет конкретно, например, Тойоты, Хонды, Ниссан, ну вот такого же масштаба. Проблема в том, что завоз японских автомобилей, у нас же поугас, после того, как запретили привозить распилом всё это. Но всё равно есть же фанаты японских марок, почему они не топят за своих? Не, ну почему-то каждый автоклуб, там, Тойота клуб, Ниссан клуб, у них есть свои между собой встречи. Но это не так масштабно, это встречи. Да, но зачем это разделять, разбивать, когда вся японская тусовка всей России может встретиться на нашем фестивале Japan Car Fest? И причём там круто, что, например, ты состоишь в клубе Ниссан Москва, есть клуб там Ниссан Екатеринбург, там Ниссан Хабаровск. И для них место встречи это наш фестиваль раз в год. То есть нет такого, что типа, это вы на Хонде, а мы тут... Нет, вот, кстати, насчёт этого... Нет между собой никаких... Насчёт этого на нашем фестивале очень сумасшедшая тема. Во-первых, ну это семья, это действительно большая семья. И много раз было на фестивале, когда человек где-то... Ну, когда очень много машин было, у нас и 5000 машин приезжало, 35 городов приезжало. Человек оставил где-то машину, палатку, и уже не помнит где, уже поле большое. И он просто подходит и говорит, ребят, я потерялся. Его накормили, спать уложили в свои же палатки. Ну, то есть как бы это большая семья действительно. Настолько, да? Да. Мне кажется, многие знают и многие считают тебя отцом-основателем культуры автомобильных фестивалей. Ты же знаешь, что такое мнение? Знаю. Так. И вот сегодняшние организаторы различных фестивалей, это наверняка твои бывшие сотрудники, правильно? Ну, вот... Ну, либо зрители, которых ты вдохновил. Прошлым вопросом вы ответили уже на этот вопрос. ВАК и БМВ Аудифест. Виктор Коротков, который был в моей команде. Организация Japan Car Fest до этого. Сейчас он сделал еще фестиваль для японцев. Зачем, не знаю. Но мы, конечно же, мы, так скажем, мы все равно единственные по масштабности. Потому что после автоэкзотики мы самый, в принципе, древний фестиваль. Автоэкзотики больше не существует. Это раз. Во-вторых, по количеству экспонатов и людей. И в-третьих, по количеству дней. В этом наша изюминка. Мы не проводим фестивали однодневные. То есть мы можем провести, как вот, Форсаж однодневное мероприятие. Но мы стараемся собрать всю тусовку на несколько дней, чтобы люди встретились, наговорились, наобщались. Это было действительно круто. Ну вот, сам факт. Делают, ну, в Акфест возьмем, в Вите, например, да. Люди едут с других городов пообщаться. Им дня мало. Им дня мало. Знаю еще русскую душу, вы сами понимаете, о чем я говорю. Нет, я имею в виду, а нет у тебя какой-то ревности, что это твои бывшие сотрудники, и они там пошли что-то свое делать? Ревности нет совершенно. Есть, ну, было некое недопонимание несколько лет подряд, когда люди шли по моим стопам и делали то же самое. Очень много японских... Обходя тебя? Нет, даже не которые со мной в команде. Возникали просто какие-то люди, которые думали, что организовать мероприятие, это вот щелкнул, и ты заработал кучу денег, и все, ты стал богатым, и тебя все знают, и это путь, вот как сейчас блогеры, да, там, вот, они там два или три раза были японские фестивали от других людей, пытались, и люди просто заканчивали фестиваль в долгах, в больших. Настолько, да, не отбивалось? Потому что набирали кредитов и думали, что сейчас они сделают мероприятие, это очень тонкая тема, это очень тяжело. Это я на своем фестивале неделю не сплю, не сплю, вообще не сплю, не 15 минут. А что, какие-то форс-мажоры или что, почему? Или ты такой ответственный, все проконтролировать сам, даже куча помощников. Если ты что-то упустишь, виноват будешь ты. Ты косячит другой человек, а виноват придут разбираться к тебе. В этом-то и проблема. А у нас законы, у нас уголовная ответственность организаторов мероприятий. Поэтому нельзя расслабляться и надо делать. Так вот, про организаторов. Они все шли моим путем. Я очень хотел, чтобы кто-то сделал что-то круче. Очень много лет. Но зачем вы плодите конкуренцию на ровном месте, делая то же самое? Вы можете сделать круче меня. Просто я вам дам рекламу. Сам. У меня никогда не было слова конкурент. У меня всегда было слово развитие и есть. У нас не так развита культура, чтобы была конкуренция. Мы должны все дружить, общаться и вместе делать. И друг другу помогать. Вот. Но сейчас пришло время и наконец-то вылезли кастомные мероприятия с американским уклоном. Мускулкары. Какие-то там янгтаймеры отдельно мероприятия. Ну вот сейчас очень много мероприятий. И все с разным форматом. Я сейчас радуюсь, правда. Сейчас интересно ходить. Сейчас вот в чем еще минус однотипных мероприятий. Ты сходил на одно, на второе пошел, те же машины. Тот же формат. Тебе не интересно, ты это уже видел. Так же, как и выставки раньше. Каждый год одно и то же, одни и те же автомобили. Ты приходишь, платишь и не понимаешь за что. За пять минут, которые ты видел уже месяц назад. Ну, смысл. А сейчас каждая выставка со своим форматом, со своими экспонатами разными. Сейчас интересно очень, да. Замечен впадоке. Алексей Корниенко. Расскажи, что сейчас происходит с фестивалем Japan Car Fest. Проблема же с пандемией. Да, вот я про это как раз. Мы остановились на том, что у нас должен быть 15-й юбилейный фестиваль. 15-й. Так, но он должен был быть летом. Он должен был быть прошлым летом, этим летом. Но нам не дали его провести из-за количества народа. Но все, кто хотели провести фестиваль, все провели. Была даже уникальная коллаборация российской серии кольцевых гонок и тюнинг-феста. Денис, тебе большой привет. Вот почему в этом году не случился фестиваль? Ну, я еще раз повторяю. До трех тысяч человек можно. Так. У нас всегда больше трех тысяч человек. Ну, как-то сделать какие-то ограничения. Может, разделить на несколько дней. Люди же выкручиваются. У нас он всегда идет несколько дней. И в этом-то как раз большой риск. У нас было же... Мы с большим опытом. Мы 15 лет проводим мероприятие. У нас было два прецедента, когда в момент мероприятия нас чуть не закрыли. А вы представляете, это какие убытки и какое разочарование людей, которые приехали из других городов. Мы не можем этим рисковать. А почему в момент мероприятия чуть не закрыли? Ну, так скажем... Именно какие-то ковидные меры не были? Нет, это было достаточно давно. Это было в 2012 году. Просто мой помощник неправильно понял помощника директора площадки, которую нам предоставляли. Нам сказали, что нам не нужно подписывать разрешение мероприятия, потому что параллельно у них фестиваль на другой площадке. Но это единое пространство. И как бы все нормально. Но в момент мероприятия приехал главный милиционер всей области, и нас чуть не закрыли. Более того, нас чуть не арестовали. В этом хорошего мало. И я рисковать так не могу. Просто побоялись рискнуть, правильно? Да. Ну, а по поводу того, что сейчас... Сейчас еще хуже. Вы же слышали, наверное, про... Мяту. Мяту. Да. Человек попал на 100 миллионов. Да, очень грустная история, на самом деле, да. У нас, конечно, не такие бюджеты, но минус 4-5 миллионов вполне можно влететь. Я не хочу, так зачем. Но как же у других получилось-то в этом году? Однодневный фестиваль и тревдневный фестиваль это совершенно разные вещи. И количество народу, еще раз повторяю. Когда у вас на площадке сразу 3 тысячи машин, машин, а не людей, и 10 тысяч человек, посмотрите, какая ответственность? А жить-то хочется. Но вообще он будет 15-й юбилейный. Обязательно будет 15-й юбилейный. Когда ждать? А это у государства надо спросить. Позвоните там по горячей линии. Мы договоримся. 15-й мы проведем. То есть, ты обещаешь, он будет. Обещаю. И мы поставим жирную точку. Это будет финальный юбилейный фестиваль японских автомобилей. Далее мы будем делать, если будем делать, все от обстановки в стране зависит, мы, наверное, будем делать что-то более глобальное. Не японские машины. Это уже будет и тюнинг, и кастом, и Америка, и русские машины, и немецкие. Ну, то есть, это будет, скорее всего, фестиваль, всероссийский фестиваль автоматокультуры. Вот так, скорее всего. Круто, потому что многие подумали, что финальный, потому что ты отходишь от дел. Нет. Нельзя так, как сказать, это не бизнес в первую очередь для меня. Это образ жизни. Когда говорят, бензин в крови, это не только про гонщиков, это про механиков, это про автожурналистов, это про коллекционеров, это про организаторов мероприятий. Человек не может уйти от того, в чем живет, так скажем. Интересно. Ну, а теперь твой любимый вопрос про дрифтинг. Вот. Дрифтинг. Ну, расскажи нам. Расскажи что-нибудь про дрифт. Вообще, твое отношение. И если бы не токийский дрифт, я про фильм, получила бы это такое, как бы, это явление, такой ажиотаж в России, в мире. Короче, что-то про дрифтинг. Сейчас я расскажу про дрифтинг. Вы запикиваете, если что, да? Конечно. Это YouTube. У нас все можно. Сейчас будет постоянное печание, мне кажется, в эфире. Про дрифтинг. Соответственно, конечно же, Форсаж 3 дал огромное развитие, как и первый в гонках и тюнинге, развитие дрифтинга по всей территории России и мира, в принципе. Вообще, само понятие дрифт стало более ясным после этого фильма. Но мы-то уже знали, что такое дрифт до этого. Мы посмотрели другие фильмы. Мы знаем, кто создатель дрифта. Кей Чи Цучия. Человек, который придумал этот вид. И немногие знали, когда вышел Форсаж 3, что один из рыбаков в фильме это и есть Кей Чи Цучия. Да, это он? И вы не знали. Нет. Это он, кто придумал дрифт. А про развитие дрифтинга в России я расскажу так. Почему я хотел этот вопрос? Потому что видел, как наши известные дрифтеры рассказывали, как зародился дрифт в России. Но они почему-то начали с себя, а не с истории. Первый дрифт в России на хорошем уровне это были не соревнования, скорее всего, а как конкурс. Проводили мы как раз от Макси Тюнинга на парковке Крокус Сити. Мы несколько раз проводили вот это. Потом там участвовали как раз Гарик и Денис Трусов, Марсель, кто сейчас в судьях в РДС. Они тогда только начинали дрифтить. А те, кто сейчас известны, они тогда заборы нам переставляли. Тот же Шиков. Он мне на Джефесте таскал заборы. И почему-то у него дрифт начался с момента уже потом, а не тогда, когда Гарик и Денис катались уже. Когда мы проводили какие-то первые соревнования, когда первые дрифтеры, о которых мы сейчас не слышим, были там Семен, Серега Сорвиг, голова. Это вот те времена еще. Это еще, по-моему, даже до выхода фильма было. Да, это было. Тебя прямо задело, да? Что люди пытались переписать историю, да? В своих каких-то интервью высказывали. Ну, потому что либо вы рассказываете о истории дрифта, либо вы рассказываете о истории себя. Это же разные вещи. Да, согласен. Можно прийти через 10 лет. Но когда у вас видео называется «История дрифтинга в России». Она началась с меня. И дальше они начинают с того, с формулы дрифт, с чемпионата первого формула дрифт. И почему-то забывают сказать, что он прошел в рамках моего фестиваля, что я им дал площадку, что я это в большинстве случаев организовал и отдал Олегу, кто потом, Воронцову, кто потом делал формулу дрифт. У нас вообще люди любят забывать хорошее, да? Да. И меня это не то, что возмутило, но мы же историю рассказываем, давайте ее рассказывать правильно. Мы же не любим, когда историю переделывают. Да? Вот. И даже до вот этого чемпионата на базе Леонида Тягачева были соревнования по дрифту, который организовал Саша Курочкин, это Джаб Спорткарс, компания, которая японские машины привозила сюда. И с ним в партнерстве был, я не знаю, как он появился, но именно там мы познакомились и до сих пор дружим, Сергей Голубев, это олимпийский чемпион по самому спорту. И вот они вдвоем организовали первый дрифт. Но тогда еще, уже еще до этого первое соревнование в Хабаровске, по-моему, ну, где-то на севере провел Тимофей Кошарный, который сейчас владелец РДС, ну, совладелец РДС. Вот. Но с Тимоном мы уже тогда дружили, когда был Макси Тюнинг, и мы его всячески к себе приглашали, всячески там просили помогать в развитии дрифта. мы готовы были вкладывать деньги. Вот. И вот. Вот она история уже задолго до этого, а не когда появились уже профессиональные чемпионаты. То, что если бы не было тех пинков, которые мы надавали, не было бы чемпионатов, в принципе. кстати, да. Вот. Интересно. Так, а если поговорить про Тюнинг и Кастом, вот на твое усмотрение, как бы, насколько могут пересекаться эти направления? Я считаю, что Тюнинг... И вообще, в чем разница? Давай сначала определимся, в чем разница, чтобы понять, могут ли они пересекаться. Все просто. Тюнинг – это модифицирование автомобиля с помощью готовых решений. То есть, какая-то компания производит что-то там. Доработку двигателя комплект, да, там, обвес комплект, да, там. Ты купил, прикрутил, поехал. Кастом – это создание единичных деталей своими руками. То есть, ты берешь болгарку, сварку, пилишь, варишь. Это... Кастом – это уникальное произведение искусства. А Тюнинг – это готовое решение. Тогда так. Могут ли пересекаться эти два направления? Могут только тем, что тусовка, в принципе, одна. Нестандартно выглядящее средство передвижения, и оно уже не средство передвижения для самого владельца. Именно поэтому и тусовка отдельная. Те люди, которые модифицируют автомобиль, они не относятся к нему как к средству передвижения. Это уже как детище, это уже как член семьи. Но не как экспонат. Ну, типа, сделали и поставили на полочку красиво любоваться. Это коллекционеры. Это немножко другая тусовка. А здесь прям все родное, все, что сделали. Ну, потому что это как ремонт в доме. Ты купил автомобиль, ты постоянно его дорабатываешь. Что-то сломалось, ты поставил другое. Но и причем тюнинг, в принципе, как раз тюнинг, то, что вот сейчас он тоже под запретом, очень плохо, потому что в большинстве случаев, когда что-то ломается стандартное в автомобиле, меняют на деталь какой-то компании по тюнингу, но эта деталь лучше той, которая была на автомобиле. Но за нее штрафуют. Да. А ты, кстати, попал под этот закон? Нет. Нет? У тебя все как надо? Я сейчас езжу на китайском джипе, потому что живу за городом, вот, и там на спортивном автомобиле не поедешь. Не проехать, да. Сейчас мы, кстати, про это поговорим. У меня вот такой вопрос. У нас в гостях был Александр Гармаш, также сидел напротив меня, он основатель РХХСЦ и пилот российской серии кольцевых гонок. Также у нас был Владимир Леонов, знаменитый гонщик, мото-гонщик в супер-байке, выступал в мировом супер-байке и мото-джи-пи. И вот так или иначе у них обоих их судьба началась со смотри, со смотровой площадки на Вравьевых горах. А вообще, что для тебя смотра? Я не любил смотру и не ездил туда. Серьезно? Ни разу не был? Нет. Почему? Нет, ну как это? Я был раза четыре за всю свою жизнь. И не зашло? Я не тусил с этими людьми. Почему? Люди тусили со мной в других местах. У меня была своя тусовка. Ага. То есть, а там вообще кардинально другие, вы вообще никак не пересекались? Я не любил сборище мажоров. я не любил отношения людей к автомобилю как к тормозным колодкам. Я стер колодки, а он стер машину из-за своей дурости. Опять же говорю, для человека, который ценит автомобиль и мотоцикл не как средство передвижения, это детище. Он никогда не позволит сделать что-то плохое. То есть, у вас более такая трушная тусовка была, да? А там такие позеры были? Да. Да? Там для тех людей машина даже не средство передвижения было, ничто. Железка. Типа, вот выкандрёшь. Да, понты. А всё-таки тюнинг и кастом это большая культура и да, это действительно большая культура и ремесло. Дело говоришь. Так, а сейчас немножко отвлечёмся. Расскажи, как ты познакомился со своей женой Ксенией. Ух, опять дело случая. В один прекрасный момент меня осенил, что можно поехать со своим фестивалем, ну, просто с каким-то придуманным фестивалем поехать по городам России. Гастроли. Ну, типа, да. Потому что в городах ничего не происходит, а хотелось, чтобы культура развивалась, чтобы подростки всё-таки чем-то начали увлекаться, они ничего не видят. Вот. Тогда мне казалось, что это всё будет легко. Мы взяли у одного нашего друга 20 коллекционных автомобилей на двух автовозах, взяли команду дрифтеров, команду стандрайдеров и поехали по городам. Вот. Был Клин, Смоленск, ну, какое-то количество я уже даже всех не вспомню. И потом один из активистов Вологодской области, живёт в Череповце, он сделал один год сам фестиваль, и вот второй год планировал, и мне написал, говорит, Лёша, можешь помочь приезжайте, привезите, мы делаем фестиваль, давайте сделаем вместе как-то круто, как бы, да. Ну, я вот собрал команду, собрал машины, мы поехали туда. Я причём взял ещё рэпера одного, битбоксера взял. Всё как надо. Ну да, я подумал, что приезжая в город, чтобы люди узнали о мероприятии, нужно за день до этого прийти в самый крутой ночной клуб и сделать им московскую программу, заявить о себе и сказать, что завтра будет круче. Ну, это некий такой сценарий, который в итоге выстрелил, потому что все люди, которые интересуются тачками, они модные, любят танцевать. И в каждом городе мы так делали. Им за счастье, они в этот вечер не тратились на программу. Конечно, ещё из Москвы приехали. А я привозил диджеев, битбоксера, рэпера, мы мочили такие дискотеки вечером, что на следующий день не знали, как потом шоу делать. Столько народу С больной головой. А, в этом смысле. Вот. И значит, в Череповце мы делаем шоу, я веду всё сам, и в толпе вижу девочку красивую. Ну и что-то, не знаю, обычно же много красивых дам на всех мероприятиях. Тут прям раз, что-то в душу запало. А я вёл мероприятие, и, соответственно, куда я подойду, там что-то толпа, там весь город собрался. Ну и всё, мероприятие провели, потом поехали на автопати в этот клуб ночной, где накануне мы делали рекламу, опять же, программу. Вот. А потом, через несколько дней, я её случайно наткнулся на неё ВКонтакте каким-то чудесным образом. Да ладно, не бывает такое. И всё, мы начали переписываться, через месяц я поехал в Череповец. Вот. Потом мы год встречались на удалёнке, то она ко мне приезжала, то я к ней, а потом я её забрал в Москву. А потом из Москвы я её забрал в село, где я сейчас живу. Вот сейчас как раз будет вопрос про село. Ты же вообще москвилищ, правильно, коренной, родился, вырос. Ты же фанат урбан-культуры, диджитал, города. Как тебя занесло? Подожди, давай сначала расскажи вообще, что с тобой произошло зрителям. Это я знаю, что ты живёшь сейчас в селе, правильно? Да, я живу ещё не построил в процессе. В процессе. Да, но у нас есть маленький дом, в котором мы живём. Вот, есть всё там благо, баня, туалет, кухня. Баня, но отопление, вот это всё свет, печки, печки, всё натуральное, русское, так скажем. Так. На самом деле, я 20 лет хотел жить в области. Раньше мне нравилась Москва, сейчас мне она почему-то не нравится. Для меня город стал как некий пересылочный пункт, что ли. Или я устал. Вот. От суеты, потому что последние годы большое количество мероприятий, параллельная работа арт-директором в разных барах и ночных клубах. Я вообще, я просто пациент тусил. Я круглосуточно тусил. В какой-то момент я понял, что если я ещё буду так года два тусить, то я потом могу дальше не тусить больше. Надо было себя спасать. Ты устал как бы от людей, да? От общения? Да. Ну и плюс научно-технический прогресс, возможность стала работать на удалёнке, делать дела на удалёнке. Вот. И всё-таки зов переезда в область наконец-то прям... Ну тоже делал случай. Опять же, я искал возможность уехать. Вот. Ну, причём земля-то сейчас не дешёвая, как бы. А есть ещё и с домом. Ну это очень далеко, правильно? 200 километров. Не 200, 100. А 100. Это Москвой 100. Это за Дмитровым. Это не так, на самом деле, далеко. Зато рядом Дмитровский полигон. Можно гонять, ездить. Одни плюсы. Так. Да. Тоже делал случай, когда я работал арт-директором в баре. Я познакомился с Сергеем Коневым. Это солист группы 140 ударов в минуту. Вот. Ну мы задружились сильно, но потом я много ему помог выступать где. И в свой бар тоже мы его звали. И он меня позвал, говорит, у меня вот, ты, говорит, хотел на природу переехать у меня вот соседний участок продаётся. Давай, говорит, ты. Приезжай, а то, говорит, кто-нибудь другой купит незнакомый, фиг знает, кто он, как бы, да. И мы приехали, посмотрели и просто офигели. Рядом лес, калитку открываешь, 20 шагов, озеро 19 гектар. 20 шагов. Я выхожу на пляж сразу. Вот. И всё, мы даже не думали. Поехали, взяли кредит, потому что сумма тоже немаленькая была. Жена-то сразу согласилась? Ой, это отдельный вопрос. Мы купили, значит, участок, мы поставили небольшой домик. Это, скорее всего, даже не домик, это перевозная бытовка, но не обычная строительная, а просто специально сделанная. Большой домик, вернее, маленький домик, большая бытовка, вот так скажем. Вот. Перевозной это всё. Сначала ездили как на дачу, а потом что-то подумали, а что нас держат-то в Москве. Всё на удалёнке, как бы. жена сама сказала, говорит, давайте сюда. Если будет цивилизация, будет, где помыться, так скажем, удобство, туалет, вот это всё, то это я за месяц построил сам своими руками баню, городской нормальный туалет, кухня, стиральный маршрут. Всё, у нас всё есть. У нас всё есть, у нас нет большого дома, о котором мы мечтаем, потому что сейчас одноэтажный маленький, мы видим только забор, а за забором самая красота. И вот мы хотим двухэтажный дом, чтобы, соответственно, наблюдать всю эту красоту. Будешь сам строить? Не знаю пока, я что-то в стройку наигрался, мне кажется. Это такое, будешь сам строить, потом некого ругать будет. Ага, тут да. Нужно, да, чтобы потом кому-нибудь прицепиться, если что. Ну, ни разу не пожалел о таком переезде? Нет. Это было вовремя. Это было прям до пандемии. Перед карантином, да. Люди сидели, когда QR-коды ввели, сидели в квартирах, а я кайфовал. В озере. 12 соток, лес. Всё. Магазин рядом, там вот магазин пятёрочка. В пяти минутах у меня, чем магнит, ещё в пяти минутах. В принципе, мне цивилизация не нужна. Продукты есть, это есть всё. А в основном ещё у нас экопродукты, у нас фермерство дофига вокруг. И сегодня даже вот к вам поехал, когда... Так. Вижу Бургер Кинг. Думаю. Поманил тебя, да, всё-таки? Вот для всех московских ресторан, это где экопродукты, а для меня ресторан это фастфуд. Потому что экопродукты я ем дома каждый день. Расскажи, ты же подбираешь бездомных животных, да? Ну, это не некое у меня там, это целенаправленное действие. Просто любим женой животных, и у нас три собаки, они все с улицы, а кошка пришла сама. И осталась. Я кошек, да, кошек не любил до этой кошки. Она пришла после Нового года, два года назад. Первого числа она пришла, 1 января. Зашла в баню и стала жить. Просто не спросив даже. Чистая кошка. Да, теперь живет у нас. И сейчас, слава богу, она подружилась с собаками. Ну, как подружилась, она их не бьет хотя бы. Вот. И сейчас вот эта банда вся живет у нас. Ну, и понятно, что имея вот такую банду, мы уже не сможем жить в квартире. Но и не хочется, совершенно не хочется жить в квартире. Я недавно ездил, у меня встреча была в Москве. Так получилось, что зашел к друзьям в квартиру. Я ходил, как в клетке. Мне нужны мои 12 соток, мне надо выйти на природу. Я не могу больше часа в этом помещении находиться. Тебе у нас как нормально? Еще об окошко не поглядываешь? У вас с этого большая комната, каустрофобию не замечена. Хорошо. То есть тебе уже некомфортно просто в квартире? Некомфортно. Тема такая, что на природе ты живешь. Ты видишь всякие процессы, которые ты не видишь в Москве живя. Я бы даже, наверное, сказал, в Москве ты существуешь, а там ты живешь. Вот так. И то есть ты можешь сказать, что только переехав, ты стал полноценно счастливым человеком? Да нет, я и так был счастливым человеком. Но сейчас я стал, наверное, кайфовать от жизни вообще. Ну, то есть от каких-то процессов, которые мы в жизни не замечаем. Ну, вот даже сходить за грибами. Ну, можно и в Москве, кстати. Ну, где-то в Москве. В институт Курчатова, где они большие. Нет, ну, это вот рядом нахождение. Не просто по те за грибами. Там же можно увидеть там животных, еще что-то как-то. Так же и озеро. Обычный процесс. Вот я даже построил коттедж для птиц. Не скворешек, я построил огроменный коттедж. Звучит вообще огонь. И летом мы в 5 утра они начинают петь. И там разные разноцветные птицы. Я у них не разбираюсь. Но они реально как будто краской кэнди покрашены. Там и красный, и оранжевый, и синий. Вот. Кайф. Реально. Хочется жить, не хочется существовать. Поэтому этот шаг, наверное, в новую жизнь. Мне недавно стопнул 41 уже. И, собственно, шаг, скажем, в другую новую жизнь. Новые задачи, новый процесс. Как-то так. Здорово. Мне кажется, на этой ноте мы просто обязаны перейти к Блиц-опросу для Алексея Корниенко. Готов? Нужно отвечать быстро. Просто выбирай из предложенных вариантов. Рыбалка или сапсерфинг? Все вместе. Только один вариант можно выбрать? Я не могу выбрать. Ну подумай. Рыбалка на сапсерфинг. Выкрутился. Окей. Зачтем. Зачтем. Так. Ролики или велик? Уже велик. А были ролики? Да. Смотра или кивка? Ну тут понятно. Ничто. Ничто? Ничто. Вообще даже не сможешь примерить? Вообще ничто, да. Уже нет. Кошки или собаки. Помни про свою кошку в бане. Она нас смотрит. Я не могу выбрать. Ну не могу. Как можно выбрать? Это же живые существа. Ты их любишь всей бандой. Ты провалил все мои вопросы. Ладно. Тюнинг или кастом? Кастом. Тойота Супра или Eagle SS? Eagle SS. Угу. Тут у меня очень банальный вопрос. Квартира в центре Москвы или домик возле озера? Домик возле озера. В центре Москвы внимание? Нет, нет. Егеманка? Нет. А зачем мне это? Арбат. Бетонные джунгли? Нет, это не то. Я пыталась. Мечкова или Moscow Raceway? Мечкова. Гангстер-рэп или хард-рок? О-о-о-о. Гангстер-рэп. США или Япония? Япония. Ты справился с нашим Блицем. Спасибо тебе огромное. Так, ну и в завершении. Расскажи какой-нибудь классный, мне кажется, у тебя их этих случаев, просто тьма. С фестиваля, где ты был организатором, может, какой-нибудь интересный, забавный случай происходил? Ой, я прям так сходу не смогу, наверное. Было их очень много. Ну, может, что-нибудь самое любимое, которое там прям всегда вспоминаешь? А, ну вот, например, случай. Опять же, об организации мероприятий. Подход, вот все спрашивают меня, близкие друзья, например, да, они вот приезжают, я могу им сделать бесплатный проход на свои мероприятия. Но реально близкие друзья, они приезжают и платят за себя, потому что знают, что, ну, как бы, это некая помощь мне, да, вложение в мою семью, опять же, да. И то непонятно, до последнего будет ли в Люсе фестиваль, потому что много же факторов. Погода там, злые языки, опять же, ну, там, конкуренция. Приезжают, значит, два человека, а я стоял на входе. И, ну, я пришел на вход, проверять, все ли нормально. Подъезжают, не помню, в какой машине были два чувака такие, говорят, давай-давай нас пропускаем, мы, короче, это, самого главного организатора знаем. Они говорят, я говорю, кого, как его зовут? Да Леха Корнек, Леха Корнек, наш друг, мы вообще, мы в школу вместе ходили. Я говорю, привет. Они сели и уехали. Привет, одноклассники. Да-да, они сели и уехали, без слов. Обалдеть, вот так, понимаешь, твоим именем. Это было не один раз, это было не один раз, это уже, поэтому я на входе никогда не стою. Там слишком много знакомых, одноклассников, да? Нет, мы, если кто-то куда-то, ну, кто-то хочет пройти, мы всегда пропускаем. Из, ну, знакомых бывает так, что, правда, люди говорят, ну, нет денег сейчас, но есть крутая тачка, заезжай. Да, даже такие случаи были. Ну, мы, я говорю, у нас первопричина не бизнес, у нас первопричина развития культуры. Вот как бы так. Круто. А давай, кстати, сделаем какой-нибудь совместный конкурс. Как тебе? Да, давайте. Расскажите какую-нибудь забавную историю, которая случилась с вами на большом мероприятии, например, на фестивале или концерте, в комментариях. А лучший комментарий выберет лично Алексей и, может быть, что-нибудь подаришь от себя лично. И мы подарим шесть комплектов рамок на номера нашего фестиваля Japan Carpest. Круто. Очень крутой приз. И главное условие, вы должны быть подписаны на наш канал. Вот. Алексей, спасибо тебе огромное. Огромное спасибо. Очень рады, что ты, наконец-то, до нас доехал. Зовите еще. Мы с радостью. Спасибо тебе огромное за такую классную беседу. Спасибо. Замечен в падоке был Алексей Корниенко, а я, Мускатина Катя, с вами прощаюсь. До новых встреч на канале Capital Loop. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok